Девушки отдыхают Друзья, всем привет! Мы с вами в одном из самых красивых регионов России. И ближайшие 7 дней мы проводим в Прейбрусе. При записи этого выпуска мы испытали просто невероятные эмоции. Впервые поднялись к Эбрусу, используя специальное оборудование. Преодолевали трудности, ощущали горную болезнь и, конечно, восхищались этой ослепительной красотой. Кстати, к сожалению, именно ослепительной, потому что на какое-то время я и правда потерял зрение. Но об этом расскажу чуть позже. За эту неделю мы успели прогуляться по самым популярным маршрутам Прейбрусия, которые доступны почти для всех. Увидели потрясающие водопады, поднялись к обсерватории и прокатились на старой канатной дороге. Но, пожалуй, самые яркие впечатления мы получили в момент, когда отправились по менее известным тропам. Где меньше туристов, где круче подъем, где больше набор высоты и просто завораживающий вид. Добраться до подножия самой высокой горы Европы можно довольно просто. Долететь до Владикавказа, Нальчика или Минеральных вод и далее около двух часов на машине. Такси будет стоить в районе 4-5 тысяч рублей. Но я был на своей машине, поэтому нашей компании об этом думать не пришлось. И, кстати, наличие авто помогает найти хороший вариант ночлега вдали от туристических мест по типу Терскола или Чигета. Поэтому мы остановились в поселке Эльбрус и каждый день доезжали до Терскола всего за 10 минут, экономя довольно приличные деньги. Те, кто давно подписаны на мой канал, знают, что хотя бы один раз в год мы с друзьями ходим в горы. Мы уже поднимались к Софийским озерам, изучали Сванскую культуру в Грузии и вот теперь настало время новых восхождений. Но на этот раз мы решили обратиться к гиду. Во-первых, хотелось восполнить недостаток знаний о горных походах и поделиться с вами полезной информацией. А во-вторых, у всех было желание получить новый опыт подъема на горы выше 4000 метров. А в таких делах без гида может быть очень туго. И скажу наперед, мы ни капли не пожалели, что обратились к горному порталу и его гиду Софии. В первый день мы доезжаем до Терскола и ставим машину на бесплатную парковку. Получаем перекусы, проверяем рюкзаки и начинаем движение по тропе. Сегодня у нас самый простой маршрут по ущелью Терскол с набором высоты всего 600 метров. Общая дистанция 8 километров и если нам повезет и не будет сильного тумана, то в конце нас ждет потрясающий вид на водопад. Приезжаешь на Эльбрус и, разумеется, ждешь этих пиков, огромных гор. А в итоге попадаешь то ли на Мадейру, то ли в Карелию. То есть вот такие вот, понятное дело, что это скорее всего базальт, а не гранит. Но тем не менее, такие скалы, туманчик. Это безумно красиво, но это совершенно не то, что ты ожидаешь. Да, погода сегодня не самая лучшая. Но, знаете, возможно, как раз для нашего сегодняшнего пути это даже оптимальная история. Потому что идти не жарко. И самое важное, мы сегодня не видим пиков. То есть на Эльбрус мы еще насмотримся, на другие высоты по 4000, по 4200 даже. Мы еще увидим. А вот сегодня скорее именно знакомство с природой, знакомство с этой зеленью. И когда она в тумане, окутана такими облаками, это смотрится даже еще более величественно. И, конечно, производит колоссальное впечатление. То есть правда это что-то такое мистическое, что-то такое удивительное. И я очень даже рад, что мы начинаем именно так. Потому что уверен, на солнечные дни мы с вами еще насмотримся. Ты говорила, что вообще это один из самых популярных маршрутов для первого дня. И в целом почти каждый, кто приезжает в Эльбрус, так или иначе отправляется по тем тропам, по которым сегодня идем мы. Ну, либо здесь, либо обсерватория, куда мы пойдем завтра. Довольно-таки популярные маршруты, потому что они очень доступны. То есть здесь приезжаешь на машине, как ты видел, максимально близко, буквально минута, и ты на тропе. Это является еще гарантом безопасности. Можно быстро спуститься, быстро уйти. И людям так проще. Слушай, но пока, знаешь, по нашим путажам такого ощущения не складывается. Мы пока ни одного человека не встретили. Ну, это был четко придуманный план, что мы вышли рано утром, в плохую погоду. Ты подгадала. Если бы это была хорошая погода, более позднее время, тут много людей обычно ходят. Условно, в 9 утра выход, солнечный день, и здесь будешь идти, ну, если не в толпе, то постоянно с людьми, да? Да, постоянно пересекаться. В этом мы убедились, когда шли в обратном направлении. Поэтому важная рекомендация выходить на эту тропу как можно раньше. Прошли 2 километра от Терскола, и здесь такая зона, где есть беседки, лавочки. Туалет, что важно, кстати, редко встречается. Плюс даже небольшой ресторанчик. Это я к тому, что, в принципе, можно даже не идти до водопада, а просто прогуляться на часик в одну сторону, часик в другую, здесь отдохнуть. И, конечно, что очень сильно радует, я уж надеюсь, и продолжит радовать, это отсутствие фантиков, мусора и всего подобного. Хотя, напомню, что сегодня у нас очень туристическая тропа. Это, конечно, бесценно, и огромное уважение ко всем, кто здесь ходит, и большое желание всем посоветовать, конечно же, брать с собой мусорные пакеты и не портить эту потрясающую природу. С вами скажи, почему мы мучаемся, несем эти палки, а ты налегке? Как-то несправедливо. Слушай, на самом деле гиды часто ходят без палок, потому что наловчились ходить и наверх, и вниз, а участникам просто так проще. А насколько правильно менять их высоту относительно подъема и спуска? Слушай, я только что вам сказала сделать их покороче, то есть можно еще даже сделать меньше, по губок. Чем круче подъем, тем короче должны быть палочки, потому что если они будут слишком высоко, у тебя рука будет уставать, поднимать вес палки каждый раз на подъем, на уровень подъема. Следовательно, на спуск мы делаем их длиннее, чтобы они доставали до земли, тебе было тоже комфортно. А ты советуешь всем брать палки, не в зависимости от сложности маршрутов? Да, я советую всем брать палки, потому что так быстрее, так проще и безопаснее. Для нас трекинговые палки в походе – это вещь незаменимая. Бережет колени на спусках, помогает на трудных участках, и главное, с первого прикосновения включает тебя в поход. Взял палки в руки – и все, ты в игре. Кстати, арендовать их можно в любом прокатном пункте Терскола, поэтому не вставляйте себе палки в колеса, берите их в руки. А у нас последние 200 метров маршрута – это довольно резкий набор высоты. При этом в дождливую погоду тропа становится очень скользкой, так что кроме наличия палок, важно идти в хорошие обуви. Мы примерно 2, может быть, 2,5 часа в пути, и вот мы уже у цели. И это было, правда, довольно легко, но при этом все-таки нагрузка чувствуется, особенно в последней части, подъем довольно-таки крутой, но вы просто посмотрите на это. Нам повезло все же, нет такой сильной облачности, туман рассеялся, и как же это величественно! И вот особенность именно этого водопада, что здесь такие косы, то есть то, что я видел до этого, всегда огромная одна струя, мощнейшая, но вот чтобы так широко расходились струи воды, такое я вижу впервые. Забавно, что на следующий день у нас как раз запланирован подъем к водопаду Девичьи Косы. Там струи воды растекаются еще шире, но об этом поговорим завтра. Сегодня же наслаждаемся мужскими слезами. И это не мои сентименты, так называется водопад. Субтитры подогнал «Симон»! Наш второй день имеет уже более серьезную нагрузку. Наша цель – самая высокогорная обсерватория России. Она находится на высоте 3150 метров, а точка нашего старта по-прежнему поселок Терскол. Итого, сегодня мы пройдем 15 километров с набором высоты в 1000 метров. Эта тропа тоже очень популярна, поэтому заблудиться здесь почти невозможно. Как видите, туристов очень много, светит солнце, хорошая погода. В общем, идти одно удовольствие. Но, как выяснилось, не для всех. Еще вчера я спросил у Сони про погоду в горах и был сильно удивлен ее ответом. Существует идеальная погода? О, да. Однозначно существует. Большой опыт показал, что ясное, чистое солнечное небо – это слишком жарко, слишком тепло. У людей случается перегрев, то есть тепловой удар. Приходится открачивать холодной водой. Поэтому солнце, ясная погода не всегда хорошая. Слушай, никогда бы не подумал прости. То есть как бы мы смотрим на прогноз, ясно, все, праздник. Я смотрю на прогноз, если я вижу облачка, я радуюсь. Потому что солнце очень сильное в горах. Тут как бы разреженный воздух ультрафиолет сильнее и очень опасно. То есть легко сгораешь, легко перегреваешься. Когда есть облачка, то гораздо приятнее ходить. Вот даже такая погода лично мне, она больше не нравится, нежели чем ясность. Наша первая цель на сегодня – это водопад Девичьей Косы. И, как видите, ровно как и вчера, очень необычная структура водопада. Потому что обычно это огромнейшая такая струя, которая разбивает вокруг себя, в том числе, камень. И идет, ну, по сути, как струя из-под крана. То вот здесь вот он разливается широко, как будто веером. И, как нам Соня объяснила, это из-за базальтовых пород. То есть очень крепких, мощных каменных пород. И получается так, что даже вода не может с базальтом ничего сделать. И, кстати, с базальтом каждый из нас, ну, почти каждый, встречается едва ли не каждый день. Потому что мы с вами живем в домах, которые как раз утепляются базальтовыми плитами. То есть берется подобный камень, затем экзотермическая реакция, получается такая плита, которая затем утепляет наши дома. Уж точно, все дома загородные, ну и, по сути, почти все дома многоэтажные, в которых мы с вами живем. Уж точно. Девичьи косы считаются одним из самых красивых водопадов при Эльбрусе. При этом он очень доступный. Поэтому, если желаете оказаться здесь в одиночестве, то выходите на тропу не позже 6 утра. А если пойдете днем, в знойную жару, то имейте в виду, что это отличное место для купания. Чистейшая вода и, по сравнению с другими водопадами, не такая уж и холодная. Общий подъем составил примерно 900 метров. В сумме мы потратили порядка 3,5 часов с учетом всех привалов. И я должен сказать, что вот вся команда почувствовала, насколько же легко здесь идется. Потому что пологая тропа, она постоянно идет траверсом, и из-за этого вы совершенно не чувствуете, как набираете почти целый километр высоты. Это невозможно сравнить с маршрутами, которые отмечены 1б, вот если вы на МАПСМИ смотрите, и видите, что, допустим, тот же набор высоты, 1 километр или, может быть, даже 800 метров. Но если уклон очень серьезный, то идти по-настоящему трудно. Здесь же, мне кажется, может пройти абсолютно любой человек. Совершенно не нужна никакая физическая подготовка особенная. Опять же, желательно хорошая обувь, отличное настроение, палочки в ручке. И, ну, посмотрите, какие виды. И обсерватория, и здесь обрыв. И, кстати, в самом низу как раз находится водопад, до которого мы вчера доходили. Только снизу, разумеется. И прямо передо мной самый груз. Знакомство с самой высокой горой Европы мы начнем завтра. В этот день мы решили немного прогуляться у обсерватории, сделать великолепные фотографии и спокойно, медленно спускаться по тропе. А если у вас есть желание продолжить путь еще дальше от обсерватории, то знайте, что летом можно добраться до огромного ледника на высоте 3600 метров. Но, чтобы там не остаться навсегда, нужна хорошая физическая подготовка и ранний выход. Перед тем, как подниматься к Альбрусу, думаю, стоит поговорить про вопрос, который касается каждого туриста, отдыхающего в этих местах. Тема не очень приятная, но крайне важная. Речь про горную болезнь. Смотри, когда приезжают люди с равнины, то есть с нулевой высоты, конечно же, горная болезнь, горняшка, как мы ее кратко называем, она довольно-таки ощутима. То есть даже просто заселение в отель уже начинает ощущение давления в висках, сонливость и так далее. И в таком случае мы всегда даем несколько советов, как с этим бороться. И самый главный, самый популярный совет – это пить очень много воды. То есть если вы замечали на высоту, когда поднимаешься, то все сухарики, чипсы, они надуваются. То же самое происходит с нашими клетками, то есть происходит смена давления. И чтобы быстрее поменять это давление, его спустить, мы прогоняем воду. Пьем, ходим в туалет, пьем, ходим в туалет. И как результат, получается, быстрее проходит и головная боль, и ощущение размазанности. Ты быстрее адаптируешься. А часто возникают проблемы? Да, довольно-таки часто. То есть приезжает, например, группа из 10 человек, вот у 7 из 10 будут какие-то признаки горняшки. Если мы говорим даже не про восхождение на Эльбрус, а просто про прогулки здесь на высотах 3000-3500. Когда у нас восхождение, перед ним у нас есть акклиматизация. Мы используем метод пилы. То есть с высоты 200 поднимаемся до 3000. Потом опять спускаемся на чум, потом опять поднимаемся до 3000. Потом поднимаемся на 4700, потом на 5000. То есть вверх-вниз, вверх-вниз. И таким образом у людей происходит адаптация. И на всех этапах акклиматизации есть признаки горняшки. С первого дня. А это правда, что курильщики заходят легче на высоты? Это правда. И я могу сказать, что что такое горняшка? Это недостаток кислорода в крови. Следовательно, у человека меняется химический состав крови, адаптируясь к высоте. У курильщиков же на постоянной основе внизу есть легкая гипоксия, недостаток кислорода в ткани. То есть вместо кислорода приходит клетка никотина. И эта легкая гипоксия, она как бы как тренирует тело к горам. И когда ты приходишь в горы, но в горах уже лучше не курить, то у тебя получается, для тебя это естественное состояние. А для людей, которые, знаешь, качки, они курят, у них много мышц, они занимаются здоровым образом жизни. Они приходят в горы, мышцы потребляют огромное количество кислорода. Они не курят, у них как бы непривычно это. И им становится очень тяжело. По такой логике тяжелее всех приходится по-настоящему большим мужчинам по 120 кг, которые с огромными мышцами, культуристами. Да, потому что мышцы жрут очень большое количество кислорода. Ну, даже есть портрет хорошего альпиниста. Это женщина за 40 лет, худощавая, курящая. Для нее горняшка проходит легче всего, она быстрее всего адаптируется к высоте. Вот так. Ну вот, теперь вы знаете, как готовить себя к горному походу. Срочно продаем абонемент в спортзал и бежим до ближайшего ларька. Но только специальные обуви и с палочками. Про это не забываем. А кстати, про специальную обувь. На третий день она нам очень понадобится. Потому что мы будем идти по снегу, а иногда и по ручьям, проваливаясь едва ли не по колено. И речь не просто про трекинговую обувь с протектором и защитой от воды, а про трехслойные ботинки, полностью защищающие ноги. Они не промокают, в них всегда тепло, и на них легко можно надеть альпинистские кошки. Берем в аренду такую обувь в терсколе. Стоимость от 1300 до 2500 рублей за один день. Цены приличные, но и сами ботинки стоят почти 100 тысяч рублей. Поэтому в любом случае это удовольствие не из дешевых. Зато совсем недорого стоит парковка, на которой постоянно ходят бесплатные маршрутки, доставляющие туристов канатной дороги. Стоимость подъема – 2000 рублей. Затем 30 минут ожидания. И вот так легко и просто я вознесся до самой высокой точки в моей жизни. Высота 3850 метров. Эльбрус здесь, как на ладони. Первое впечатление – это, знаете, кажется, будто он совсем близко. То есть буквально здесь подержимые палки, часик туда, часик обратно. Но на самом деле отсюда до вершины почти 2000. То есть здесь гигантская высота. И, конечно же, покорить Эльбрус вот так вот с наскок абсолютно невозможно. Но вот первое впечатление – правда, будто он совсем рядышком. Вот он. Покорить Эльбрус и правда невозможно. А вот отправиться на восхождение ночью и увидеть рассвет с вершины на высоте 5642 метра – это вполне реально и доступно для многих. Все же Эльбрус считается далеко не самой трудной вершиной. В год на нее поднимается до 10 тысяч человек. Мы же пока таких амбициозных планов не имеем. Наша задача на сегодня – дойти до высоты 4300. Для этого сначала получаем альпинистские кошки и далее слушаем инструкцию о том, как правильно их надеть. Здесь очень хорошо подходит сюда нога. Когда вы настроили кошку, сейчас смотрите, пожалуйста, очень внимательно. Ленточку снизу вверх. Мы вставляем ее сюда. И протаскиваем так, чтобы не было перехлестов, перегибов. Далее затягиваем и вставляем снизу, опять же, вот сюда. Видно? Да. Теперь мы делаем вот таким вот образом. Утягивая ее, вставляем в два кольца и в одно кольцо, которое ближнее вправо. И затягиваем изо всех сил так, чтобы кошка не болталась на ноге. Кроме специальной обуви, мы еще все надели кошки. У нас у всех это впервые. И честно, я не могу себе представить, как здесь люди ходят в кроссовочках. Точно знаю, что многие дилетанты просто приходят и идут в обычных беговых кроссах. Желаю подняться на 4300, 4200. Но вот могу сказать, что правда, идти в кошках очень приятно, очень комфортно. Когда есть еще палочки. Ну и, конечно, когда есть гид, который знает, куда идти, знает, как кошечку правильно надеть. Ну и, конечно, ну что могу сказать? Особенно это ощущение. Как бы, сколько мы не ходили по обычным горам, но когда идешь по снегу, в специальном абордировании, это нечто особенное. Знаете, что еще удивительно? Вот там вот вдали, у тебя пики такие, ушки. Это гора Ужба. И мы ее с вами видели, если вы смотрели выпуск из Сванетти. До нее добраться очень непросто. Мы тоже доезжали на машине. Мы заехали в Грузию. Проделали путь километров, наверное, в тысячу от границы, от верхнего Ларса. Мы проехали по очень сложной дороге. И вот мы ее видели буквально там в 15 километрах. Так вот, теперь она вновь от нас в 15 километрах. Но чтобы попасть на ту сторону, к мести, к Сванетти, это колоссальный путь нужно проделывать. Просто вот удивительно, что, по сути, да, один небольшой хребет, но отделяет совершенно, можно сказать, другую цивилизацию. Потому что, когда мы с вами гуляли, мы видели, что там живут сваны. Это особая культура, это особая архитектура. Ну и совершенно другая жизнь. Мы тут хвастались нашими ботинками, но оказалось, что мы совершенно не готовы с точки зрения очков. У нас у всех обычные солнцезащитные. А как оказалось, это вообще здесь не работает. То есть, потому что идет очень мощный свет от снега со всех сторон. И сетчатка глаза может еще как пострадать, если здесь провести весь день. Потому что мы построились уже сюда, поднявшись. Нас они спрашивают, ну что, как у вас с очками? И видишь, что у нас с очками все очень плохо. Поэтому моя рекомендация, ни в коем случае не дожидаться момента, когда вам здесь станет плохо, а взять на прокат. Там же, где вы берете обувь, куртки и так далее. Не пожалейте денег, пожалейте вашу сетчатку. Я уверен, это хорошая инвестиция. Как видите, в тот день, когда мы отправились к Эльбрусу, в этом месте было очень много туристов. Потому что на следующие два дня канатная дорога закрывалась на плановые работы. Поэтому моя рекомендация за несколько дней до подъема проверить официальный сайт или чат в Телеграме. Тогда точно попадете в день, когда подъемник будет работать и сможете сбежать огромных очередей. Судя по картинке, мы идем очень медленно, делая шаг за шагом. Но это не из-за большого количества туристов, а из-за довольно высокой сложности маршрута. Помимо крутого подъема, здесь уже действительно ощущается горная болезнь. Кому-то становится тяжело идти, появляется головокружение и тошнота. Я же почувствовал изменения, когда на ходу записывал очередную реплику. Было прям сложно договаривать предложение до конца, и воздуха явно не хватало. Добравшись до высоты 4300 метров, мы сделали небольшой привал и решили поговорить про ошибки, которые часто допускают новички. Погода может поменяться, и многие люди не рассчитывают на это, идут налегке, например, затем замерзают. То есть у нас сейчас в рюкзаках есть пуховый свитер, у нас есть штурмовка от ветра, у нас есть солнечные очки, шапка, флисовые перчатки. То есть мы готовы к любой погоде. Также второй совет – это правильно, корректно подбирайте обувь. То есть сейчас мы шли и наблюдали картину, что огромное количество людей идут в кроссовках, у них насквозь промокли ноги, они скользят по льду. То есть мы в тот же момент, у нас надеты высотные ботинки, надеты кошки. А вот какие ошибки чаще всего ты видишь? То есть это плохая обувь, это отсутствие очков, может быть что-то еще, не знаю, переоценка собственных сил, желание дойти до 4700, допустим. Часто такое встречается? Я встречаю неадекватное иногда поведение, которое, ну, меня немножко шокирует, как человека, которого на первом месте в приоритетности безопасность, когда человек едет на попе с горы, когда человек бежит с горы. То есть в горах есть определенные правила темпа, соблюдение правил безопасности, то есть вверх и вниз желательно ходить пешком, либо пользоваться местным транспортом. Почему опасно вообще бежать вниз? Потому что тут настолько крутые склоны, что человек может не остановиться и улететь куда-нибудь вот сюда, на камне, то есть ноги просто закрутятся, и он кубарем полетит. И такое бывало здесь. Мы поднялись на 4,310, и как раз у Нади, у одной из участниц, вот была эта тяжесть, было трудно, но перебороли. А по твоему опыту, какой процент людей вот испытывают те же проблемы, что прям идти очень тяжело здесь? Ну, 20% где-то на этой высоте. Вот мы сейчас ходили, группа была 13 человек, двум людям было плохо, вот. И в таком случае вся группа возвращается, или что происходит? Ну вот мы сейчас сидели на предыдущем привале, и встал вопрос, что делать? На что я ответила, мы пробадываем это состояние. То есть это такой термин, пробадать, это схлопнутое состояние, определенная позиция жертвы, когда человек накручивает саможеление. Мы видим, что физически человек готов. Это было видно на акклиматизации, то есть я видела, что Натя классно ходит. Ты классно ходишь, значит, проблема у тебя в психике. И я начинаю работать с психикой. В первую очередь, конечно, ждать, попить, поесть. Во вторую очередь, мы с ней поговорили, ну, то есть вот эта тревожность, которая повышается, так как здесь человек сталкивается с новым, с неизвестным, определенный уровень стресса. Мы это прорабатываем из яркого минуса, да, из тревожности, мы выходим из ощущения радости. То есть это происходит прямо в процессе, прямо в моменте. И таким образом мы работаем как на 4300, так и на 4700, так и на 5000, и на 5600. То есть у меня это регулярная практика, помогать людям пробадывать вот эти состояния горняшки. Что касается нашей команды, то в основном мы почувствовали неприятные ощущения, только спустившись с горы. Была небольшая головная боль, тошнота, сонливость, но все это совсем не страшно. На обратном пути нас ждали два открытия. Во-первых, насколько же удобно спускаться по снегу в хорошем оборудовании. И как же плохо приходится тем, кто поднимается в горы без специальных солнцезащитных очков. Потому что в какой-то момент я просто не мог открыть глаза. Они жутко слезились, и было очень неприятно. Соня помогла с влажной повязкой, а дома уже спасли капли для глаз. На утро зрение восстановилось, и я увидел прогноз погоды. Весь день будет идти дождь. Поэтому мы решили взять день отдыха. Прогулялись по лесным тропам, сходили в кафе, а в Чигетти и Тирсколе их немало, и затем отправились в баню. И, пожалуй, это было нашим лучшим решением. Здесь предложений много, поэтому мы легко нашли подходящий вариант. После насыщенных горных дней, это просто идеальный отдых. На последние два дня у нас очень большие планы. Для начала решили подняться пешком до одной из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус. Это гора Чигет, и большинство поднимается сюда на старой канатной дороге. Но мы решили полностью пройти дистанцию пешком, так как тропа очень удобная, а панорамы не перестают удивлять. Добравшись до верхней станции, перед нами открылся фантастический вид. Если не желаете подниматься своими силами, то однозначно рекомендую воспользоваться канаткой. Все же, приехав при Эльбрусе, хотя бы один раз, это надо увидеть. Мы же продолжили подъем до вершины на высоте 3400 метров. Тропа становится уже, но по-прежнему маршрут весьма легкий и безопасный. В одном месте даже пришлось пройти по снежнику, но это было довольно весело. А дальше крутой подъем и в заслуженное награждение. В сумме набор высоты составил 1400 метров. Напомню, к обсерватории мы поднимались на 1000, а в первый день взяли всего 600 метров. На обратном пути мы решили проехать один пролет на канатке. Стоимость всего 200 рублей. И несмотря на то, что был солнечный день и мы даже ходили в футболках, на спуске пришлось утепляться. Задувает сильный холодный ветер, поэтому заранее надевайте куртки. Дальше наступает время обеда. Мы зашли в кафе Ай и остались очень довольны. Большие порции, вполне вкусная еда и роскошные виды. И если вы думаете, что на этом наш день окончен, так как предстоит еще длинный спуск, то я тоже так думал. Но мой брат Саша, фанат горных походов, убедил нас дойти до очередной жемчужины при Льдусе. Это озеро и горный перевал Дон Гузарун. Именно за этим хребтом уже начинается Грузия. То есть мы с вами находимся буквально на границе. И до недавнего времени для посещения этих мест требовались специальные пропуска. Но в наши дни почти все туристические места находятся в общем доступе. Что очень приятно. Мы снимали выпуск в конце июля. И судя по осенним фото, это озеро имеет такой необычный оттенок в течение всех теплых месяцев. К нему можно спуститься и пройтись немного вдоль воды. И все же самые захватывающие виды открываются с высоты. Дон Грузии. Дон Грузия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нам предстоит подъем с 1900 до 3700 метров Это уже очень серьезная нагрузка Учитывая то, что уклон здесь довольно крутой И набор высоты дается гораздо сложнее, чем на Чигете Или по дороге к обсерватории Сначала идем по лесной тропе Через 20 минут активной работы выходим из-за деревьев Оборачиваемся и замираем Перед нами просто невероятные виды Именно здесь мы сделали лучшие фото с поездки Дальше идем по тропе в окружении зеленых холмов и полевых цветов Палки очень здорово помогают Не представляю, что бы мы без них делали Затем доходим до высоты 3100 метров И здесь видим двух небольших туров В отличие от Софийских озер в Архизе Здесь они встречаются совсем не часто Поэтому увидеть их – это большое везение Кстати, именно на этой высоте Многие разбивают лагерь И оставляют восхождение на следующий день Здесь есть источник воды И в целом место хорошо подходит для установки палатки Ну а мы продолжили путь дальше Набор высоты еще 600 метров по каменным клыбам Это непросто, но и не слишком экстремально Если никуда не спешить и продумывать каждый шаг То все будет в порядке У нас так и получилось Спустя 5 часов от точки старта Мы у перевала ВЦСПС С него открывается все та же чудесная панорама На нам уже знакомый горный массив А также немного более суровая перспектива С противоположной стороны Ее пики чем-то напоминают Доломитовые Альпы на севере Италии Проводим около получаса на перевале И приступаем к спуску И тут оказывается, что мы не учли 3 вещи Во-первых, все же уровень физической подготовки Нашей команды сильно отличается И не всем было легко спускаться после проделанной работы Все же было бы лучше взять палатку И остаться с ночевкой на 3100 Во-вторых, ближе к середине спуска Пошел сильный дождь и тропа стала ужасно скользкой Приходилось держаться за траву, за деревья За мысль о том, что когда-нибудь этот спуск все-таки закончится И мы окажемся в теплой машине В общем, это было непросто Тем более, что у одного из наших участников Были надеты обычные кроссовки И его спуск был больше похож на гигантский слалом Или на контролируемое падение Хотя по поводу контроля я бы еще подумал В общем, в этой связи, мне кажется, будет не лишним поговорить об этом с гидом Очень часто поступает вопрос от участников предстоящего похода Скажите, можно ли приехать в кроссовках? Можно ли ходить в кроссовках? У меня есть хорошие кроссовки На что я всегда отвечаю нет Потому что у нас на трекингах, на климатизационных выходах Перед восхождением всегда есть крутой подъем, крутой спуск И неровная, не идеальная тропа, есть камни и так далее Следовательно, нам нужны определенные трекинговые ботинки Которые в первую очередь фиксируют ногу, фиксируют голеностоп Во вторую очередь они должны быть на два размера больше твоего собственного размера ноги Чтобы при спуске у тебя носок не бился о ботинок Потому что если у тебя будет носок вплотную к ботинку То происходит просто то, что ты отбиваешь себе пальцы И у тебя стопа максимально не зафиксирована, не держится И темп спуска гораздо медленнее и некомфортнее проходит То есть обувь это вообще одна из самых важных частей снаряжения И она должна быть очень хорошей Если у человека ее нету, ну ботинки нормальные стоят от 8 тысяч рублей То просто берем в прокате При этом ты вообще не допускаешь даже на тропу, если у человека нет трекинговой кроссовки На самом деле мы допускаем, но опять же мы предупреждаем, что тебе будет некомфортно То есть мы лояльны, но под ответственность человека Если, допустим, у нас акклиматизационные выходы на восхождение То для меня это важно, чтобы у людей была хорошая обувь Потому что в первую очередь это влияет на темп И темп у нас, когда группа восхождительская, то темп всегда быстрый Не всегда получается его соблюдать, если плохая обувь Был человек, который наставил на том, что он пойдет в сланцах или тапочках? Нет, слава богу, таких не было Конечно, были разные кадры, но такого не было Как тебе кажется, как горы меняют людей? На твоих глазах это происходит? Да, регулярно Знаешь, девиз горного портала «В горы за трансформацией» То есть этот девиз мы выявили не просто так Горы меняют людей, потому что, когда человек приходит Он не совсем понимает вообще о себе, о своей жизни, о своей силе внутренней То есть тип реакции у него чаще всего из невротизма, из слабости, из жертвы Когда человек приходит в горы, то он сталкивается с теми условиями, где буквально «меняйся или сдохни» То есть человек должен из позиции жертвы, из позиции невротика выйти в силу И если он это не делает, то он буквально сдаётся, отказывается, то есть уходит Но мы не позволяем этого, то есть мы прямо сражаемся за людей Мы как бы видим в них сил в первую очередь И этот взгляд, он растит очень сильно Человек верит в себя, но мы как бы видим ещё больше И мы верим в него ещё больше И когда пытается кто-то сдастся, мы не позволяем И как результат, знаешь, даже просто меняется взгляд, меняются глаза Вот после восхождения, когда ты совершил определённого уровня подвиг Подвиг даже, я бы сказала, подвиг духа То есть это такой момент трансформации Когда всё человеческое в тебе затихает Эмоции, чувства, мысли То есть ты как будто бы превозносишься над всем животным в тебе И что-то сверхчеловечное, оно проступает И ты начинаешь видеть этот мир с какой-то такой более высокой позиции С красоты, смирения, простоты То есть я бы сказала, что душа в горах расцветает у людей И у нас очень много ситуаций было, когда люди возвращались с гор и меняли свою жизнь Они увольнялись с работы, они разводились, они женились Они начинали новое дело, новый проект То есть это такая вещь, да, поход, особенно восхождение Которое заставляет переосмыслить вообще себя Зачем ты живёшь? И когда люди идут в горы, у них должна быть какая-то жёсткая глубинная мотивация И ответ на вопрос, зачем? Мы побуждаем людей отвечать это себе на вопрос Потому что в трудные минуты именно он ведёт вперёд Но ведь, наверное, в другую сторону это тоже работает Наверное, горы и ломают людей в том числе Ты с таким сталкивалась? Ломает тогда, когда человек идёт на каких-то своих спортивных амбициях И нету грамотного сопровождения Тогда ломает Да Вот когда идёт грамотное сопровождение Ну, которое мы, допустим, обеспечиваем 100% То есть у нас 100% людей в группе Они под пристальным нашим контролем И никто не уходил с гор со сломанной физикой у нас Был бы у тебя такое, что, допустим, какой-нибудь спортсмен забирается Хочет прям всё покорить И сталкивается с тем, что либо психика едет Либо мышцы не выдерживают И вот как раз эта горняшка накрывается Из-за того, что как раз там мышцы огромные Кислороду требуется много И реально жестокое Было несколько ситуаций Когда у нас приезжали спортсмены И им было тяжело Вот И они были немножечко в шоке С того, что им тяжело Казалось бы Да, оказалось бы, что спортсмены Но это тоже закаляет характер Опять же, всегда есть куда расти И если вы думаете, что вы уже на веке своей формы Идите в горы Высотный альпинизм И вам будет тяжело И вы будете расти Для меня и для моей команды Это уже стало доброй традицией Раз в год выбираться в такой горный поход И так получилось, что здесь были только радиальные выходы То есть мы постоянно были в отеле, по сути До этого у нас был Архис и Исфанетия И, конечно, при Эльбрусе Но это немножко другой уровень Это и другой уровень впечатления И, наверное, красоты И, в принципе, ощущений каких-то Особенно, когда ты надеваешь кошки И забираешься как раз на эту гору фантастическую Но, что я хочу сказать Мне кажется, что сюда стоит приехать абсолютно любому человеку У кого есть, в принципе, такая возможность Потому что Эльбрус и, главное, при Эльбрусе Это регион для всех Причем с очень качественной инфраструктурой То есть есть и бани Отдохнуть, сходить, допустим, в плохую погоду И рестораны вполне неплохие Правда, рекомендации дать не могу Мы ходили в более-менее неплохие ресторанчики Но, в основном, готовили дома И хорошие дороги То есть я на своей машине приехал И ни капельку не пожалел Ну и главное, что тропы доступны для всех Как минимум некоторые Экотропы Или вот мы сейчас в обсерватории Или тот маршрут, который у нас был на первый день проложен Это точные места, доступные почти для всех Поэтому, мне кажется, для семейного отдыха При Эльбрусе Это просто замечательно Тем более, что цены не такие уж и высокие Мы же в этот раз воспользовались услугами гида И я должен сказать, что, конечно, вся команда Очень рада, что, во-первых, нам повезло так с Sony Уж не знаю, насколько у горного портала в этом смысле Все такие коммуникабельные, приятные, общительные гиды Но нам, правда, очень сильно повезло И именно благодаря Sony Мы смогли затем спокойно, достаточно И, главное, безопасно подняться И на Чигет полностью, собственными силами Не пользуясь канатки практически Так и на ВЦС-ПС Правда, еще раз хочу сказать Что, мне кажется, неподготовленным И даже нам на самом деле Туда ходить не стоит И рисковать своей жизнью за один день То есть желательно дойти до 300 Взять там палаточку, отдых И затем уже подняться на пик Но, тем не менее, все живы, все хорошо Поэтому, в общем, опыт, можно сказать, что успешный Я же для себя из этого похода Вычленил один очень важный урок Это то, что нужно относиться Очень уважительно к своим глазам И беречь их И вот именно сейчас я записываю В своих обычных городских очках Солнцезащитных Но этого совершенно точно недостаточно Даже для похода на обсерваторию Я уже не говорил про Эльбрус Потому что вот такие очки Которые я, допустим, сейчас арендовал Которые ходил с защитой третьей категории Вот в них действительно можно идти спокойно И вы, во-первых, чувствуете себя комфортно Во-вторых, вы, самое-то важное Бережете свои глаза И никакую травму не получаете Поэтому вот мой вам совет Правда, помимо обуви Ну и всего, о чем мы говорили Конечно же, заботитесь о своих глазах И покупайте хорошие очки Уверен, это инвестиция Которая еще как окупится Вот, такие выводы, такие мысли Пишите, что думаете вы Пишите о своем опыте пребывания в Эльбрусе Потому что я знаю, что это очень популярное направление И, конечно же, приехав сюда Я понимаю, почему оно настолько популярно Это потрясающие красоты Это невероятные эмоции И, конечно же, незабываемый опыт Надеюсь, незабываемый опыт У вас и был в этот час Вы получили удовольствие Поэтому приглашаю вас поставить лайк этому видео Написать комментарии Сделать репосты И, конечно же, подписываться на этот канал На этом все До следующей субботы Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok